В мае месяце в Красноярске собрались лидеры и добровольцы служения «Новая жизнь» для участия в семинаре о важности построения духовного движения в партнерстве с подместными церквями России. Об этом смотрите в нашем следующем сюжете. Христианская миссия «Новая жизнь» является международным движением, сотрудники которой работают в более чем 180 странах мира. Россия также имеет достаточно большой штат национальных сотрудников, весомая часть которых трудится в Сибирском регионе. В мае месяце в городе Красноярске собрались лидеры и добровольцы служения для участия в семинаре о важности построения духовного движения в партнерстве с подместными церквями России. Главным спикером этого обучения был GS – опытный миссионер и сотрудник, приехавший в сибирский город из далекого и теплого Сингапура. Во время четырехдневного обучения у всех собравшихся была хорошая возможность поближе познакомиться друг с другом, поделиться опытом своего служения, а также обсудить услышанный материал GS. «Мы часто боимся просить у Бога и мечтать для Бога, но я для себя понял, что имея безграничные ресурсы, которыми владеет наш Небесный Отец, мы можем мечтать для того, чтобы в нашей России каждый человек знал искреннего христианина, который знает Христа, следует за Ним. Для нашего движения, для нашей команды, для нашего города это очень актуально, потому что мы стараемся сотрудничать вместе с церквями, мы видим, как церковь активно благовествует, и также мы хотим помочь церквям в воспитании лидеров, то есть построить хорошее и сильное духовное движение». В программе семинара была совершена молитвенная прогулка по городу, во время которой вся группа имела возможность помолиться за Красноярск, а затем, разбившись на команды, продолжить ходатайственную молитву за различные сферы, такие как политическая, образовательная и религиозная. «Для меня лично еще раз утвердило тем, чем мы занимаемся, и то движение, которое уже есть, чтобы его отправлять, импортировать, передавать в другие области, в другие города России». Закончилось обучение торжественным ужином, на котором вся команда движения «Новая жизнь в Сибири» смогла еще больше вдохновиться и зажечься видением построения духовного движения повсюду.